Всем привет, дорогие друзья и хорошего вам настроения, мы продолжаем играть в черепашки, ниндзя-легенды. Так, ежедневные награды забираем. Нормульт, поехали в магазин, откроем бесплатно с вами колоду. И я смотрю, а нет, кто-то там выпадет нам. Ага, Стиранк, нет, Крис, это Крис. Я подумал, что это Ванька-Стиранка, но нет, ничего подобного. Так, забираем здесь реварды, поднять уровень персонажа. Так, хорошо, мне попросили прокачать Брэдфорда и Зека до 80 уровня. Я думаю, что это очень долгий будет процесс, но, пожалуй, начнем с Зека, да? Естественно, идем в навыки и поднимаем ему левел. То есть 73 он у нас получает. Так, больше здесь пока ничего мы сделать не сможем, хотя, знаете, что мы будем делать сейчас? Да, мы будем искать, погоди-ка секунду, где у меня пиццилиций. Вот, давай-ка мы начнем, пожалуй, с него. Тут осталось всего лишь 11 ДНК найти, и он у нас, ребята, будет апаться. Пока неплохо. Да, 2 уже есть, отлично. 3, 4, 4 ДНК, елки-палки, нифига, ребята. 5! Вот это круто, вот это вот нормальный, ребята, результат. 5 ДНК из 6 попыток мы с вами нашли, то есть еще 6 найдем. И мы его действительно прапаем на фулочку, на все 5 звезд золотых. Так, ну а мы с вами давайте еще попробуем понаходить. Так, Хана не будем пока. Давай, наверное, Кирби. Кирби добьем. Тоже уже, как говорится, на фулочку его прокачаем потом. И все. И, как говорится, будем уже остальных искать. А там у нас Хан. Кто там еще? У нас Эйприл, по-моему, да? Ищется. Так, 120 мутагена. Это все не то. Так, вот у нас ДНК выпало на Кирби. И еще одно ДНК на Кирби выпало. Замечательно. Тоже, в принципе, неплохо. Я доволен результатом. И забираем с вами реворды с заданий. Так, здесь забрали. Пройти одну серию испытаний. Поехали. Пройдем. Кстати, кто-то просил меня сделать отдельную серию по смятению из другого измерения. Ребят, я же делал в предыдущих сериях. И прекрасно показывал, докуда я смог дойти. Не очень там большой результат. Поэтому я не вижу смысла посвящать целую серию вот этому вот смятению. Потому что я не настолько силен, чтобы здесь делать какие-то легендарные подвиги. А так, в рамках, ребята, самосознания, да, самопросветления, я могу его протечой ляпнул. Короче, ребят, как говорится, чтобы не подзабыть, что где находится, вот я периодически сюда захожу. Ну и к тому же здесь, вы сами понимаете, мы получаем за вот прохождение вот этих всех бонусных заданий от Катики. А от Катики нам, как всегда, нужны на лиге. Если бы от этого не было никакого толка, я бы, поверьте мне, сюда же даже и не заходил бы. Так, ладно, давайте быстренько тут разберемся с этими охламонами. Че уж тут телепунькаться, да? Массовая бомбочка. Давай бомбанем теперь под Полтавой. Вот так. Ну что, остался лишь Ракзар и Бакстер Стокман. Только Стокман и остался. Ну все, ребята, ему сейчас кранты. Ой-ой-ой, не добил. Зек, конечно, слабоват. Ну все, ребят, здесь мы с вами сделали абсолютно, по-моему, все. Все, и сейчас мы заберем откаты и пойдем сбегаем быстренько на лигу. Она у нас должна сегодня быть короткой, а потом, как я вам и обещал, будем проходить испытания. Может быть, даже два испытания за сегодняшнюю серию, потому что я потом на работу пойду, и опять два дня меня не будет, как говорится, в прямом эфире, е-мое. Так, давай смотрим. Здесь у нас ДНК. Давайте его, конечно же, обменивать. К тому же, не забывайте, ребята, что 9 мая я уеду. Как говорится, меня не будет целый месяц. Так, ну что, турнирная арена. Поехали. Лига Самураев мне скинули на одну звезду, ребят, но это ненадолго, потому что я должен, опять же, туда забраться. Обратно на верхушку. И у нас здесь сороковые уровни, да, сороковые и сорок первые. Для этих целей мне понадобится кто? Естественно, Леонардо. А будем мы брать, ребят, с вами вот этих вот парней. Тихо. Вот этих вот парней вместе вкупе с Леонардо. Леонардо будет их с одного удара валить, соответственно, мы с вами быстренько доберемся до того уровня, на котором мы были до этого, и дальше уже будет все, как говорится, на мази. Все по справедливости. Ой, тихо. Это опасно. Это, ребята, опасно. Блин, гранату нет. Слушай, тихо, тихо, не падай у меня, пожалуйста, Кейси. Молодец, красавчик. Урыл ты этого, Рокстеди. Ну, а мы с вами, естественно, ребята, получаем все бонусы и продвигаемся дальше. И, возможно, вернемся даже в Самураи Две Звезды, причем довольно скоро. Ну-ка. Вот, буквально сейчас. Отлично. Стое место. Естественно, ребята, мы с вами продолжаем. У нас 12 откатов еще осталось. Это очень классно. Это очень хорошо. И мы продолжаем. Давайте я опять же беру своих маленьких героев. Раз, два, три, четыре. И, конечно же, вместе с ними я беру и Леонардо. За счет Леонардо мы будем здесь с вами продвигаться вверх. Так. Ну, как всегда, начинаем мы с вертушки. Я надеюсь, что все упадут сейчас. Никто не останется. Да, отлично. Для чего я так делаю, ребята? Ну, вы сами знаете, что за каждого сохраненного бойца нам дают определенные кубки. Кубки это, соответственно, продвижение по нашей карьерной лестнице. Вот здесь вот, да? Смотрите, 74-я позиция у нас. Все это делается за счет кубков. А чтобы кубков получать больше, нам нужно, чтобы больше героев у нас осталось. И не имеет значения, какого они уровня, статуса и так далее. Главное, чтобы они были. Так, я думаю, что... Давай вот здесь вот. Вот сюда зайдем. И... Ну, тут рискованно, ребята. Вот серьезно вам говорю, здесь рискованно. Поэтому я, наверное, возьму, помимо трех вот таких вот слабых персонажей, я возьму одного крепенького. Это будет у меня, наверное, Хан. И также возьмем Леонардо. Да. Приблизительно так. Я думаю, что должны справиться здесь. Естественно, Леонардо всех навряд ли здесь подобит с вертушки, потому что 45-й уровень, как-никак, у врагов. А ну-ка проверим. Проверим, насколько он крепок. Ну вот, я об этом приблизительно вам и говорил. Естественно, будем уничтожать, наверное... Ну, давай со Стокмана начнем. Так, отлично. Ой, Шар, в кого он пульнет? Ха-ха, ну ты да, ну ты да, Ал. Донни, ты в кого? На Леонардо бросил, Шарри. Ё-моё. На Хая нашего. Ну, конечно же, никакого убеждения он не получил. Ну, а мы с вами получаем все бонусы, все плюшки, которые только могли. Наверное, мы сегодня в Сёгун с вами нырнем, это точно. Так, а мы продолжаем. 43, 44, 45-й уровень. Они все абсолютно одинаковые, да, по бонусам, ребята. Поэтому, я думаю, что возьмем тогда наименьше сильного, ну, наименьше, как говорится, сильного, да? Вот этот вот, наверное, нам сгодится как раз. Он не такой уж здоровенький, и в то же время можно будет его хорошенечко нахлобучить. 44-й уровень, тут, кстати, есть 45-й, 46-й, поэтому надо быть на стороже. Возьмем с вами нейтрализатор. Я думаю, в такой компании вполне все удачно у нас получится. Так, поехали. Начинаем с вертухана. И Донни только лишь остался. Странно, я думал, что останется хотя бы два или три героя, но тут один Донателло остался. Что же, нам это только на руку. Ну, а мы с вами продолжаем, ребят. Мы с вами растем, как на дрожжах. Сейчас, наверное, 34-я, да? 23-я даже позиция. Вот оно как. Да. Самурай 3 звезды нас, по-моему, ребята, ждет уже. Так. Вот, конечно, возьмем вот этот. Смотрите, ребят, тут даже 40-го уровня и бронзовые звезды. Причем три штуки. Я думаю, что здесь даже и заморачиваться не буду. Возьмем с вами вот так вот. Никаких крепышей? Или взять все-таки? Нет. Я думаю, что не надо никаких крепышей здесь брать. А одной вертушки от Леонарда будет достаточно. Ну, я так думаю. Если, не дай боже, он не добьет их всех. Все. Тут пойдет, ребята, расколбас полнейший. Но он должен завалить их. Да. Я говорю, звездность очень многое о чем говорит. Вы сами понимаете. Так. Ну, и двигаемся, конечно же, дальше. Может быть, мы даже уже сейчас в Самурай. Да. Три звезды мы переходим на 98-е место. Героев пока у нас хватает. И будем уже брать... Смотрите, здесь 42-й. Тут... Ну, я думаю, что, наверное, возьмем вот эту команду. Почему, ребят? Потому что тут бронза и тут очень много серебра. У остальных практически всех везде золото. Поехали. Так. Естественно, Леонарда. И... Раз, два, три, четыре. Я сомневаюсь, что он пробьет мне здесь хоть кого-нибудь из моих героев. Потому что сороковые уровни еще более-менее подкачаны. Вот 30-й, да. Там все дело очень кислое. А вот тут нормуль. Тут должно быть хорошо. Ну, и остается лишь Донателло закромсать. Вот мы его это закромсали. И, соответственно, быстренько с вами перебегаем выше. По турнирной лестнице. По карьерной. Ну-ка. Давай 75-ю. 7-7-ю. Понятно. Немножко не угадали. Ну, да ладно. Все равно где-то приблизительно около того и было. И нам нужно взять 43-й уровень. Ну, а почему бы и нет? Очень даже хорошо. Очень даже кстати. Раз, два, три. Тут даже, кстати, можно уже и не брать Леонарда. Мы практически сравнялись по уровню. Можно будет своими силенками уже как-то справляться. Ну, посмотрим, посмотрим, к чему это все приведет. У нас еще, не забывайте, ребята, испытания как минимум одно. А может быть даже два. Посмотрим по обстоятельствам, как время. Как время и как у нас там все это дело пойдет. Если у нас дадут сильных персонажей, да, которых мы можем долго, то будет одна, наверное, ребята, испытания. Если дадут слабеньких, то, скорее всего, сразу два испытания и пробежимся. Так, ну здесь что я могу сказать вам? Вот этих вот Тодор. Давайте с ним, наверное, и подеремся. Так, ну еще пока есть герои. Я даже, знаете, что думаю по этому поводу? Что нам можно вот так даже сделать? Рискованно, конечно, но почему-то я уверен, что победа будет здесь за нами, причем без потерь. Проверим сейчас все это дело. Ну вот, вот, ребята, риск, как говорится, благородное дело, и мы с вами оправдали его. Хотя, если бы что-то пошло не так, я бы опять тут злился и ругался сам на себя, что... Ведь я думал, я знал, я предполагал, но не сделал, как хотел. Ну, как обычно, ребята, как всегда. Так, здесь у нас Андрюха, Адам и Некла. И я думаю, что я буду драться, наверное, здесь все-таки с Андрюхой. Да, поехали. Выбираем Андрюху. Тут 46-47 уровни, то есть уже на уровне, да, ребята, тут стоят. Так что нам нельзя здесь оплошать. Как минимум еще два боя у нас будет. Я думаю, что мы должны будем все-таки забраться с вами. Проверим. Отлично. Что я могу сказать? Добьешь Шреддер? Шреддер делает свое грязное дело. Он Рокстеди повалил, и мы с вами продвигаемся. Все выше и выше. 970 мутагена. Так, наверное, 10-я, да? Десятая позиция. Шикарно. Прям, как говорится, в яблочко попал. Так, Серега. Так, кто тут? Мишель и Евгения. Да. Слушай, а что? Смотрите, ребята. Они одинаково абсолютно всех рангов. Да? Бонусы практически одинаковые. Ну, вот этот вот вообще как-то даже Брэдфорд, 43-й уровень, с тремя бронзовыми звездами. Как он сюда? Как он мог вообще добраться до сюда? Не знаю. Слушай, ну ладно, будем тогда, наверное, что делать? Мы возьмем с вами немножечко хитро. Вот так возьмем, да? Теперь Тигра и, пожалуй-ка, Ванюшу. Вот такая команда у меня будет. Почему я взял два слабеньких? Ну, чтобы как можно больше боев у нас было сыграно. Нам еще нужно укрепиться с вами в Сегуне, а не просто туда забраться и сидеть. Вот и остается лишь Стокман. Ну-ка. Да. Тигриный Коготь его просто нашинковал, как капусту. Замечательно. Продвигаемся далее. И? Да, вот он. Вот он, ребята, и Сегун. Однозвездочный. 88-е место у нас. И давайте-ка быстренько с вами укрепляться здесь на этих позициях. Я предполагаю, вот возьмем вот этих ребят, потому что здесь два героя с серебряными звездами. То, что нам нужно. Откатики, конечно, у нас очень быстро заканчиваются. Очень быстро. Практически было 12 штук, осталось уже 2. То есть 10 мы потратили с вами. Так, ладно. Погнали. Все, ребята, по стандарту. Опс. Ага. Тут вот так вот. Интересно, карайка сможет пробить, нет? Смогла. Красавица-то моя. Кстати, карайку надо тоже как-то прокачать. Ну, проблематично это. Так, ну что, уже за 1000 мы с вами получаем мутагены. Это хорошо. 68-я позиция. Давайте двигаться еще. Наверное, я думаю, мы с вами посилим, наверное, где-то более 2. Так, подожди-ка, тут все в золоте. Давай возьмем вот этого. Вот тут 2 серебра. Хоть и уровень, конечно, побольше. Но я думаю, что ничего страшного. Раз, два, три. Ага, раз, два, три. Ладно, мы это, ребят, с вами компенсируем одним из слабеньких бойцов. Вот так вот это будет выглядеть. Поехали. А что тут, ребят, думаете? Смотрите, мы сейчас с вами берем провокацию, потом делаем вертушку от Леонарда, да? И если что, на худой конец криком карайки змеи мы ушатаем всех остальных. Оно должно, по идее, быть так. Ага, не вышло, ребята, не вышло, к сожалению. Хиляется, да? Нет, он повесил иммунитет, но тогда Стокман завершит эту эпопею. Да, именно своими маузерами. Ну что, и мы переходим с вами к последнему, заключительному бою на Лиге. Сейчас посмотрим, где мы с вами остановимся. 44 место. Короче, сейчас еще бой сделаем. Их должны быть где-то на 20-30 позициях. То есть вообще будет все чики-пуки. Так, выбираем с вами. А тут без разницы, они все одинаковые бонусы имеют. Поехали. Раз, два, три, четыре. И Леонарда пятый будет. Все, поехали. Так. Взлетаем. И вот они, родные, стоят тут и любуются на нас. Начнем, пожалуй, с бомбочки. Слушайте, а вот почему бы программистам, да, ребята, не начать продолжать вот эту вот игру? Подключили бы сюда вот этих самых новых низи-черепашек, которые вот у нас вышли. Почему бы и нет? Тем более, сами видели, у них там какое-то новое оружие и так далее, и новые приемы. Было бы классно, прикольно. Игра-то популярная, как ни крути. И очень много-много народу в нее играет, поверьте мне. Ну все. В общем, ребят, мы с вами закончили с Лигой. В данный момент мы на Лиге Сегунов. У нас 28 ранг. То есть даже если нас скинут, мы все равно с вами быстренько обратно заберемся. Ну и теперь пойдемте в испытание. Так, у нас здесь собран, да, у нас мутаген здесь весь абсолютно собран. Поэтому в испытании. И я думаю, что начнем, наверное, с Девичьей Силы. Надо посмотреть, ребят, каких героев мне дадут. Какого уровня. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, ребята, скорее всего, будет сегодня две серии. А, нет, что? Ёлки-палки, вот же мои все персонажи. А я смотрю сюда вниз. Нет, все хорошо. На этом тогда будет одна. Одна серия. Ну, точнее, не серия. А одно испытание. Потому что у нас это затянется надолго. Всех лучших моих героев дали. Так что, о чем тут, может, ребят, говорить? Естественно, вначале я ставлю автобой. Как минимум, чтобы мы могли здесь быстро и легко пройти. Чтобы я не тратил время лишнее. Можно даже, я, наверное, думаю, ребят. Вы мне напишите в комментариях. Может быть, нам вот эту вот всю вступительную фигню вырезать? Оставлять уже последний бой? Напишите. Если большинство людей скажет так, мы будем с вами вырезать. Будем показывать чисто последний, самый последний бой. И все. Так, ладно. Двигаемся тогда дальше. 25 опыта. Вот она. ДНК на Карай. И у нас тут Эйприл. Ну, с Эйприл тоже будет, ребята, все легко и просто. Потому что на автобое... Ну, тут единственное, что три волны. Раз. Два. Они разбирают их просто как сосунков. 20-й уровень. Против 70-х, 80-х. Что вы хотите? Все шикарно. Двигаемся дальше. И последняя заключительная волна нас здесь ожидает. Конечно, хотелось бы, чтобы здесь больше присутствовало маузеров. Нам, по-моему, нужно именно их подбить для того, чтобы получить достижение. А вслед за ним, соответственно, и две ДНК на Шреддеры. Шреддера нужно прокачивать. Тоже на фулл 5 звезд. Так, давай двигаться дальше. 70. А, какой 70? 25 опыта. 70 это уровень у него. Так, и Змея Карай. Потом будет Морозильная Кошка. Вот Морозильную Кошку хотелось бы, наверное, тоже прапать. Но как боец, я думаю, она не особо хороша. Она все-таки хилер и бафер, да? Получается она. Скорее всего, так. Как боец, у нее, по-моему, там один всего удар есть. Это когти. И, да, она, по-моему, еще вишенки в тебя бросает. Два удара получается. А вот самый максимальный, который удар у нее есть, я не знаю, ребят, я не видел. Может, какая-то там массовая завороска, фиг его знает. Как-то не интересовался. Все легко и просто у нас здесь проходится. Двигаемся тогда далее. 50 уже, ребята, дают опыта. Так, а следующее у нас, вот, Морозильная Кошка. Потом, кстати, будет Лиса. Ну, в принципе, вот эти вот достойные герои, достойные, как говорится, ДНК. Они как раз нам пригодятся. Здесь уже, по ходу дела, по-моему, будет босс. А босс... Не Химера же? Или Химера здесь? В девичьей силе, по-моему, Химера у нас. Честно говоря, я не особо помню. Или на следующем уровне будет. Ну, посмотрим. Все равно нам, ребят, спешить некуда и деваться некуда. Проходим себе потихонечку, да и все. Так, ага. Лиса. Так, Шинигами получила. Начинает пугать нас. Своим этим гипнозом. Ничего у нее не получается. У нас сопротивление сработало. Ну, и зачем ты сделал вот эту провокацию? Вот скажи мне. Вот скажи мне на милости. А, нет, ребята. Здесь не Химера. Здесь, конечно же, этот Крэнк-робот. Вот. Все время, ребята, я забываю, что такой есть чувачок здесь. Ну, с ним тоже будет сейчас разговор короткий. Максимально, докуда мы с вами доходили, по-моему, вторую... Как говорится... Второго такого мы с вами убивали. Это точно, да, по-моему? А дальше уже все. Дальше мы не смогли с вами проходить. Ну, ладно. Замечательно. Так, давай мне ДНК быстрее. Это морозильная кошка, да? Он нас разыгрывал сейчас в данный момент. И теперь мы отправляемся за Белкой. Потом Шинегами. Кстати, тут всего, ребята, 7 эпизодов. По-моему, я... Да, на шестом эпизоде я уже все, ничего не могу сделать. Потому что меня там разбирают. Посмотрим, как тут пойдут дела. Так, 4 волны. 50 уровень врагов. Так, тихо, успокойтесь. Не надо здесь никого бомбить. Ага, тут еще, ребята, контратака стоит на крысе. Когда она умудрилась себе поставить этого, я не понимаю. Зачем ты сейчас вот массовый удар... Вот, железная голова, ты... Вот что, серьезно что-то? Ты издеваешься? Зачем ты в одну крысу бомбанул, блин, извини меня, свой удар ракетами? Я не понимаю. Ты что, вот делать нечего или ты специально это сделал? У нас третья волна. Ты бы хотя бы для четвертой волны бы это все оставил бы и все было бы хорошо. Нет, ему надо обязательно вот сейчас вот все это делать. Так, а почему вы не стали грибы уничтожать? Мне интересно знать, а? Как-то удивительно все это. Да, ребята, бот. Компьютер, конечно, тут тупит по черноку. Чего ж тут говорить? Так, и последнее, заключительное. Дай-ка я сам нафиг сыграю, сейчас начнут тут мне. Я успею тут вообще что-нибудь сделать. Так, поехали. Ну, во-первых, я поставлю себе защиту дополнительную. Не хочу здесь никого терять. Мне нужны полноценные, ребята, бонусы, чтобы я мог здесь, если что, ну, фармить ДНК. Так, добиваем. Шинегами, успокойся. Давай теперь по караечке. Ну, неплохо мы бомбанули. Так, берем, ребят, провокацию. И... Да давай вертушку, а че? Почему бы и нет? Неплохо остается только лишь добить нам лису и шинегами. Отлично. Тут хорошо получилось. Соответственно, мы с вами получаем ДНК и можем этот уровень фармить, если нам этого захочется. 125 опыта. Так, и следующее. Это кто у нас? Да, шинегами. 65 уровни. Я думаю, что мы должны, ребята, здесь справиться. Ничего такого здесь сложного не должно быть. Последний этап, конечно, будет очень сложный. Потому что, ребята, они, еще раз повторю, платиновые имеют звезды. Несмотря на то, что у них 65 уровень. А звездности здесь очень много, ребята, зависит. Очень много... Ну, от звездности очень много чего зависит. И крепость бойцов, и сила, и атака, и уворот. У них же параметры подрастают, естественно. Так, ладно, давай попробуем поставить контратаку. И будем просто разбирать. Минус. Так, еще один минус, да? Ха-ха, просто упал, и все. Пробьешь? Нет, железная голова не пробил. Ладно, давай вот так вот сделаем. И остается два маленьких кренга, да? Минус один. И этот что? Заблокировал мне способности, а? Переходим на... А, тут уже пять волн. Вот оно что, пять волн здесь. Ну, ладно, попробуем, ребят, справиться. Слушай, а по-моему, даже неплохо получается. Вообще великолепно. С повышенной атакой бойцы мои тут наяривают. Будь здоров. Так, железная голова выдержал. Переходим на четвертую. На четвертой будет, по-моему, да. Вот она вся эта шайка-лейка. И давай-ка мы начнем с бомбочки. Мы их замедлили чуть-чуть. Так, давай вот так еще бомбанем. И успеем. Да, Леонардо делает супервертушку. И по-моему, сейчас будет босс. Да, будет босс, опять же, этот Крэнк. И вот здесь начинается, ребят, самое интересное. Главное, выжить нам, чтобы никто не упал. Так, приступаем. Провокацию... Нет, давай вначале мы сделаем защиту. Так, она нам понадобится. Что он делает? Ага, вот так вот он. Получил. Давайте бомбанем. Смачно. Так, я, ребят, беру провокацию на... Рафаэля. Хиляться. Я думаю, не будем пока хиляться. Давайте просто удар сделаем. И, наверное, добивочный. Получится, как думаете, или нет? Ах ты, постепенно урон не повесили. Да, получилось у нас добить его. Смотрите. Тыч. Крис Брэдфорд сделал заключительный удар проникающей ноги. Как говорится, в табло воззарядил этому маленькому Крэнгу вонючему, который там сидел и думал, что он там повелитель вселенной. Но не тут-то было. А вот то, что я получил ДНК с шенигами, это меня очень радует. Ну что, ребята, давайте попробуем пройти вот этот седьмой эпизод, который мне никогда не давался. Я думаю, что и сейчас он мне тоже не поддастся. Потому что, ребята, уровень здесь 70-й. И в конце, опять же, босс. А вдруг пройдем, а? Кто его знает? Попробуем. Пять волн. Ладно, была не была. Главное все, ребята, четенько здесь разыграть. Чтобы все было хорошо. Может быть, даже кого-нибудь потеряем. Но не хотелось бы. Так, смотри. Бомбят, ребята, они бомбят. Давайте-ка сделаем защиту себе дополнительную. Она нам пригодится. Чтобы поменьше получать, ребята, урона, конечно же. Так, скорость мне понизила, гаденыш. Так. Ну, давай так, просто ударим. Видите, ребята, сколько нам приходится сделать? Три героя нужно, как говорится, привлечь к делу, чтобы мы могли хоть какой-то нанести урон. Соответственно, сразу же у нас не получается пробить. То есть, с первой волной мы еще с вами деремся. Если мы обычно уже где-то на третьей волне, а тут только первую разбираем. Тяжело, конечно же. Вторая. Здесь у нас боты. По-моему, на третьей волне есть. И я, ребят, не ошибаюсь, что тоже будут боты. Так. Ну, давай сделаем вот так вот. Так, давай бомбанем, может так и быть. Слушай, отлично получилось. Так, теперь будут массовые атаки. А мы в этот момент будем, ребята, их бомбить. Надо будет хилку, наверное, врубать, я думаю. Смотрите, ребят, зару я очень мало. И это не айсово. Ну. Грубо говоря, этот уровень мы с вами прошли на халяву. Захилялись, но немножечко всего лишь. Так, добивочный. Переходим на третью волну. И здесь... А, здесь училки. Здесь у нас училки. Ну, ладно. Они очень, кстати, сильно бьют. Поэтому, ребят, нежелательно их оставлять живых. И давать им, как бы вам сказать, возможно здесь атаковать. Они, по-моему, сразу же по трем целям бомбят. По-моему, так. Проверим. Так, ну-ка, если я возьму... Зачем я взял сейчас провокацию на железо? Вот, видите, ребят, о чем я вам говорил. Сильно бомбят. Ну-ка, если мы... Ну, давай попробуем вон ту пробить, училку. Ага, получилось. Крис добьешь? Нет, не смог он. А ты? Зэк не смог даже. Ё-моё. Так, постепенный урон на Криса повесил. А ты не припухла ли? Ребят, четвертая волна. И здесь у нас будут вот эти все. Шенегами, Эйприл. В общем, все ребятулечки. Ага, хорошо. Так, давай, наверное, мы с вами шенегами... Есть. Так, теперь... Блин, или защиту поставить. Нет, давай лису, наверное, уничтожим. Теперь добьем Эйприл. Сейчас будут карайка бросать кунае. А, нет! Слушай, так это же хорошо, ребят, что вот так вот все вышло. Слышь? Так, хиляет, да? Ну, конечно же, своим мороженым чудесным вылазит. Ну-ка, вот так. Дальше добивочные, наверное, да? Нет. Ничего подобного. Мы пока, ребят, подготовимся с вами к последнему бою. Пф, промазал, промазал. Да ну! Ты что, издеваешься, что ли, блин? Сейчас, а? Блин, свои вишенки. Уклонение, да? Скорость, точнее. Ладно. Скорость, это, в принципе, ребят, ерунда для нас. Так, и я поставлю все-таки защиту. Блин, постепенный урон нас бомбит, ребята. Так, а вот и босс последний. Я думаю, что он сейчас у нас здесь, скорее всего, ребят, расколупает. Чувствую просто-напросто. Но будем пытаться, будем стараться. У нас как раз... Сейчас он будет первый еще ходить, потому что у него... Да? Нет? А если тогда мы вот так сделаем? Ммм, неплохо. Кого? Минус зэк. Давай, ребят, я хильнусь. Я все-таки хочу здесь его подбить. Попробуем. Крис, аккуратнее, аккуратнее, аккуратнее. Ну-ка, проникающим. Так, нормуль. Э-э-э-э-э-э-э. Давай попробуем вот так вот здесь сдануть его. Ах, как хорошо получилось. Блин, Крис упал. А если мы вот так вот? Слушай, мы, по-моему, ребята, сейчас пройдем с вами полностью это испытание. А-ха, я вам точно говорю, пройдем. Да. Фух. И, по-моему, если не ошибаюсь, ребята, это в первый раз, когда я прошел это испытание. Но благодаря тому, что мне дали всех моих самых сильных персонажей. В первый раз я прошел. Да. Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э. А может быть, я путаю? Может быть, я когда-то уже проходил его? Ха-ха-ха. Но, в любом случае, можно теперь маленечко пофармить. Давай попробуем. Ну, что ты мне подсовываешь сюда? Да, хорош ты, кружку какую-то мне олимповскую дает. Жетоны. Опять жетоны. Ну, что ты специально так делаешь? Последняя попытка. Ага, последняя. Нифига, ребята, не последняя. Давай попробуем вот здесь вот. А что мы здесь? Мы здесь только Эприл и Кунаичи. Зачем нам надо это? Нам не надо. А вот здесь вот... Ну, ладно, хорошо, попробуем. Эй, 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 не то. Радарные маяки. Специально. Все это, ребят, сделано было специально. Ну, что, я вам скажу. Я очень рад. В плане того, что мы действительно прошли. Я просто не помню. Было у меня когда-нибудь такое, чтобы я девичью силу прошел все эпизоды? Я не помню, ребят, такого. По-моему, не было. Ну, а теперь, как видите, все. Все отлично. Ну, жалко, конечно, что не на три звезды. Хотя, если честно, ребята, можно попробовать пройти и на три звезды. Чтобы, как говорится, для галочки, что вот такой рекордик у меня был. Не знаю, ребят, пишите в комментариях, хотите или нет. Потому что время еще есть, поэтому можем в любой момент переиграть этот эпизод седьмой. Так, что у нас тут? У нас очень много, по-моему, всяких левых ДНК, которые можно, естественно, обменивать на сюрики, да? Давай тоже поменяем. Так, еще что-нибудь есть? Да, есть. О, Эйприл. Так, смотрим дальше. Больше, по-моему, все, да? Больше нету ничего. Так, а у нас сыр-то есть? Мы можем с вами поискать? Да, немножечко есть, поэтому давайте поищем. Ксевера Монтеса. А мне нравится, как звучит Ксевер Монтес. Так круто, да? Как граф Монте-Кристо, е-мое, что-то типа того. Ну что, дорогие мои друзья, на этом, пожалуй, я буду закругляться. Мы все-таки неплохо сегодня с вами и повоевали на лиге. И, как говорится, и испытания прошли. Я очень доволен. Ну, а мы обязательно увидимся с вами в следующей серии и продолжим играть в черепашки-инделегенты. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok